ну что всем приветик настало время очередного путешествия лечу в город в котором я еще ни разу не было соблюдая в этом году свою традицию отмечать день рождения в новой точке на карте сейчас у меня пересадка в москве влечу я в калининград никогда не была в этом городе очень хочу посмотреть балтику именно балтийское море запланировано очень много мест вот буду все показывать и рассказывать не знаю сколько детей получится как раз про мой рейс говорят выход на посадку из меня ну что полетели дальше добро пожаловать до ленинград моя цель посмотреть балтику буду снимать рассказывать и показывать вот я здесь впервые здесь достаточно прохладно потому что я улетала было плюс 29 здесь сейчас наверно градусов 12 ну в принципе это вот так в свечочке комфортно всем доброе утро из калининграда я остановилась центре сняла апартаменты на сайте островов апартаменты чисто хорошие но мне не понравилось что они находятся в жилом доме причем таком старом советском как будто я к бабушке приехала вот поменяла и планы немножечко тоже поменялись какое-то очень интересное здание дом советов кажется сейчас на карте было написано я хочу сказать хорошо что у тебя классное ориентирование как-то вышло разговаривала с родными так рассраться и пришла сюда ну конечно предварительно посмотрела по карте вот калининград очень противоречивый я вам сейчас покажу почему вот например а там пожалуйста синагога если кто-то смотрел мои ролики про израиль вот пожалуйста израиль нас всегда сопровождает везде вот это рыбная деревня и рядом вот здесь такие дома ну то есть я думала что здесь какой-то такой прям старый центр но говорят что калининград разбомбили в годы великой отечественной войны и сейчас это все восстановлено а еще посмотрите какой миленький старичок это кажется хомлин но вообще куда бы я ни приезжала я стараюсь в любой город прийти посмотреть рано-рано утром когда практически нет людей чтобы не было толп туристов и понять вот эту атмосферу вот для меня это всегда очень важно и интересно 8 утра пока ленинградского времени разница с тарополем у нас час вот сейчас пойду смотреть и гулять я немножко в шоке что в самом центре города панельная многоэтажка соседствует с прекрасным памятником архитектуры там находится кажется музей какой-то очень конечно интересно такие классные питать и прям видно что что такое очень старая древняя интересно конечно но в целом классно здорово я наверное ожидала чего-то большего а так вообще собор очень красивый жалко не получится у него зайти а там еще горят орган в принципе то вот я и погуляла тут наверняка когда работа орган даже послушала но не внутри а вот здесь такой экранчик он играет конечно орган бы с удовольствием бы сходила послушала мне кажется это очень классно и интересно но у меня не получится потому что сегодня в 11 мне уже надо уехать я поеду поселок янтарный там классный эко-отель я в нем остановлюсь с видом на море плюс там пляж который с голубым флагом завтра планирую светлогорск вот оттуда уже поеду и светлогорска поеду зеленоградск хотя изначально я планировала что вернусь к ленинград все таки и уже зеленоградска я планирую конечно же посетить курскую косу я работала учителем географии 13 лет назад вот и очень много рассказывала детям в восьмом классе про памятники природные заповедники россии конечно же один из них это курская коса охраняется юнеско ну я просто не могу это не посмотреть ну поэтому обязательно вам все сниму вот покажу но сейчас я пойду прогуляюсь в рыбную деревню и поеду куда-нибудь поищу завтрак причем не вчера высадилось одно классное место вот попробую сейчас туда доехать очень рекомендую посетить к ленинграде остановка театр просто потрясающее обслуживание на уровне очень вкусно ну и цены как бы наверное даже дешевле чем у нас но при этом еда потрясающая вообще очень классно они мне тортик еще подарили хотя я хотела его купить вот уважаю когда такое вот такие маленькие апартаменты здесь кровать ванна душ туалет целом все классно очень чисто но мне не понравилось что первый этаж не было шумно но и поэтому я забронировала кое-что другое такой обычный классический дом вот ну наверное это мне скорее всего не понравилось но чисто в центре здесь буквально все в шаговой доступности если не ходила пешком поэтому цена очень демократично это работают яндекс карты показывает транспорт вот сейчас мы должны 120 автобус чтобы уехать в янтарный показывает что он приедет через 7 минут сейчас мы смотрим с вами но можно реально отследить и это очень удобно не на далекие расстояния если честно ну как когда там 50 километров на такси всегда страшно ездить и я предпочитаю общественный транспорт вот и более здесь все более чем удобно когда завтра мне придется нужно будет поехать в янтарного светлоборску так конечно я уже буду вызывать такси так что как-то так у каждого свои особенности я наконец-таки чуть-чуть отдохнула и готова смотреть янтарный а это те самые домики куда я очень хотела попасть и один из них мой вот иду найти еду вот прогуляться и посмотреть что же там еще есть красиво помимо домиках в которых я остановилась вот такой вот променад утки вон летают на море сегодня штиль а я вспомнила что тут можно поискать янтарь сейчас пойду попробуем вдруг получится почему нет то какой кайфа так просто посидеть послушать шум моря но надо бы уже поесть только я не знаю куда мне пойти сейчас буду искать время как-то быстро бежит хочется расслабляться я как всегда себе придумала маршрутов кучу а в идеале нужно не спешить а что-то выбирать все успеет нереально зато маленькое время то я здесь буду находиться мне дайте кто без головы забыл карточку я конечно нужно срочно поспать иначе это все может плачевно закончится надеюсь что нет просто очень-очень-очень счастлива невероятная красота что так может быть доброе утро завтрак с вот таким прекрасным видом это все мы сейчас принесли будем с вами смотреть что там что распаковка завтрака кофе себе сделала малиновое малиновое варенье яйцо орешки там еще есть колбаска я бы его как раз очень-очень хотела поесть осталось совсем немножко времени надо будет скоро уже уезжает на самом место просто потрясающе у него есть один минус цена вот а так так бы хотелось сюда подольше и ни одной а с кем-нибудь потому что разделять эту красоту вдвойне было бы приятней ну что пойдемте смотреть домик это первый этаж тоже собрала свои вещи это такая кухонь как здесь опускается стол есть гладилка утюг в пен кофе машина чай вот холодильник здесь камин вчера я его включала недолго правда есть все необходимое для того чтобы здесь комфортно проживать чай кофе сахар микроволновка я не пользовалась стаканчики посуда это здесь находится душ вот так выглядит есть халаты это я вот полотенцем там море шумит теперь пойдемте с нами на второй этаж такая очень интересная лестница из кубиков прикольно по ней подниматься и здесь мы заходим на второй этаж вид конечно потрясающий вот кровать здесь есть проектор вот я им тоже не пользовалась мне очень грустно отсюда уезжать отправляясь дальше в путь потрясающий дом на берегу балтийского моря минус у него один на я уже говорила но место потрясающее на самом деле я бы хотела быть здесь остаться еще и никуда не уезжать очень красивое очень классное место я в восторге мне только что подарили янтарь оказывается я не знала янтарь который я вчера искала прозрачный янтарь находила на маленькие прям хорошие камушки вот но ценится тот который более такой непрозрачный я прощаюсь с этим местом потрясающим вон он мой домик ужасно не хочется уезжать вот но я в светлогорск потому что завтра я уже еду домой но ночью всем хорошего дня вот есть такое потрясающее место мне почему-то эти домики напоминают о гарри поттере я не знаю почему вот у меня такая ассоциация причем с фильмами не с книжкой вот я сейчас уезжаю уже окончательно меня ждет такси еду светлогорск а а и и и и Продолжение следует...